Всем привет и добро пожаловать во вторую часть видеоролика, где я рассказываю про трассы, которые подготовлены нам в Munich Masters. Всего 20 трасс, 3 скалодрома и 3-4 недели, чтобы залезть все трассы. И по результатам трех этапов я могу попасть в финал, а могу и не попасть. Посмотрим, постараюсь попасть и снять четвертый ролик. Начинаем с первой трассы на лежачке. Как сказали мои ученики, это одна из самых сложных трасс, которую они пробовали. На самом деле она самая сложная с точки зрения техники, но с точки зрения силы она, наверное, самая простая. Так, предположение. Все зацепки огромные, хорошие. Здесь, кстати, просто нужно уметь ходить на баланс. Если вы не умеете располагаться на балансе, то и трассу пролезть не получится. Но на самом деле расположение здесь достаточно простое, поэтому, к счастью, все ученики трассу пролезть смогли. Так же, как и на первом этапе, который я лазал в Болдервельте Осте, они подготовили достаточно простые, интересные первые трассы. Вторая трасса. Старт с упора. Здесь даже руки не надо напрягать. Это финиш. Если вы новичок, возможно, вы не знаете, но финишем является просто касание, зацепь в любой части. То есть, неважно, рабочая часть там далеко или здесь нет рабочей части. Просто касание двумя руками является финишем. Тут интересный старт. Вообще тут подклинка колена. Но я видел, что многие стартуют, просто ставят ногу сюда и сюда. И это старт. Зона. Зона. И финиш. Четвертая трасса по белым флотхолдам и местным синим пирамидкам. Тоже достаточно простая трасса. И как по мне, она выглядит чуточку проще, чем четвертая в Болдервельте Осте. Здесь правую ногу надо ставить на край пирамидки. Многие почему-то ставят вовнутрь, это неправильно. Когда ставишь на край, легче выдавливаться. И это финиш. Здесь еще есть дополнительная цепка сверху. Но сама вся пирамидка достаточно хорошая. И даже новичкам ее будет легко обжимать. Здесь вообще почти без рук можно находиться. Здесь еще есть щепочек, но он не сильно нужен. И ручки для слаза, что приятный бонус. Пятая категория. Старт с распора. Достаточно тоже простой старт. Очень удобная постановка ноги. Здесь у многих возникали проблемы с переходом на финиш. Потому что они стояли здесь достаточно долго. И пытались не сдваиваться, а сразу уйти на финишную нацепку. Но это достаточно тяжело, потому что зацепка правая пассивная. Здесь легче сдвоиться. И уже сдву рук делать перехват. Можно было поставить правую ногу повыше. Накрустить дополнительную. И тогда было бы легче делать перехват на финиш. Все-таки не круто, когда скала западает с финиша. Потому что падение оно довольно-таки опасное. Даже несмотря на то, что накрученные серые ручки можно было бы поймать, если падаешь. Все равно падение достаточно травмоопасное. Седьмая трасса. Здесь достаточно интересное вставание направо. Две руки на пирамидке. Нога правая. Здесь можно сдвоиться ногами. Но легче просто встать на баланс. И правой рукой упираешься в топ. И принимаешься в низкое положение. То есть я беру ее не под хват, а именно ладошкой упираюсь. Шестая трасса. Каминное лазание. Вообще старт две зацепки. И по идее больше ничего не забрать, чтобы принять стартовое положение. Я попробую принять этот челлендж. Разумеется, есть более простой вариант старта. Но как будто бы и так прикольно. И это финиш. Классный финиш. Мне нравится. Можно прям почилить. Конечно, стартовать можно было гораздо проще. Как и большинство людей стартует. Они принимают стартовое положение вот так вот. И затем стартуют. С одной стороны так можно. С другой нельзя. Почему нельзя? Потому что на соревнованиях можно использовать только стартовые зацепки, которые отмечены стикером. С другой стороны тут отмечены только две конечницы. А значит другие две конечницы можно использовать где угодно. Желтая трасса номер 8. И здесь два интересных элемента. Первый это старт. Обратите внимание, старт плохая примитка. Поэтому здесь необходимо стартать вверх ногами. Сюда можно подцепить носки. Но опять же на соревнованиях это было бы нереально реализовать. Потому что на соревнованиях отмечаются руки и ноги. Неважно последовательность. Поэтому просто бы все спортсмены стартовали вот так вот. Но из-за того, что на коммерческой накрутке отмечают столько руки, трассы получаются более интересными. И второй нюанс. Это зона. Она достаточно пассивная. И поэтому, когда ее пытаются взять в щипок, у меня ученики пробовали ее взять в щипок, она не держит. В нее обязательно нужно упираться. И причем упираться просто, когда рука находится максимально низко, а ноги максимально выпрямлены. Попробуем залезть. На флэш. Это старт. Правая рука. То есть, я сейчас уперся правой рукой. И стоять здесь достаточно комфортно. Можно поставить ногу левую. Тогда будет легче загрузить левую руку. И можно будет статичнее взять следующую зацепку. И это финиш. Классная трасса, на которой можно отработать не только подцепку носка, но еще и распор. Девятая трасса. Здесь интересный элемент, что, во-первых, стартом эта зацепка не является. Старт только это. Почему-то многие стартуют с подхвата. Что в корне неправильно, так делать нельзя. Во-вторых, интересный прыжок. Здесь три варианта, как делать прыжок. Сначала про левую трассу, и затем расскажу, как делать прыжок. Первое движение. Лучше всего отойти от стены, чтобы сформировать небольшой вектор к стене. Подцепить носочек. Коснуться старта зацепки и взять подхват. Затем переставляю ноги наверх подхвата и выпрыгиваю в крест. И это финиш. Прикольно прикрыли пирамидкой, чтобы не прыгали на зацепку. Теперь расскажу, как вообще технически делать правильно такой прыжок. Основная идея, вам надо перевалиться через правую ногу. Она двухсекстурная, но при этом она достаточно хорошая, поэтому особых проблем с подстановкой ноги быть не должно. И когда вы переваливаетесь на правую, подхват начинает работать. Главное не останавливаться. У учеников была ошибка, что они как только касались зацепки, они сразу же останавливались. На самом деле нет. Нужно продолжать движение, чтобы образовывался маякет вправо, и тогда зацепка начинает держать. Зацепка держит, когда центр тяжести смещается за линию загрузки зацепки. Соответственно, здесь можно прыгнуть левой-правой на разжатие. Или мой самый любимый вариант, когда вы прыгаете в крест. Когда вы прыгаете в крест, вы правой рукой упираетесь в промитку, благодаря чему вы насильно разворачиваете себя, сдвигаете центр тяжести правее, и зацепка начинает держать намного лучше. Если у вас не получаются подобные прыжки, лучше прыгать за пасом. То есть целиться за угол, тогда центр тяжести точно уйдет направо, и зацепка будет работать. Десятая трасса по Rock City Holds здесь есть несколько нюансов. Принимаю стартовое положение. Классный подхватик. Зона. И здесь начинается трудность. Во-первых, некоторые люди подставляют сразу левую ногу наверх. Но тогда не получается поставить правую ногу. Выше. Поэтому сначала правая нога, затем левая. Здесь я упираюсь в рельеф, подставляю правую ногу повыше, дотягиваю за рельефа. Красивый переход в крест. И финиш. Один из учеников допустил ошибку, поставил ногу слишком высоко. А когда подставляешь ногу высоко, начинает сильнее выкидывать и делать перехват намного сложнее. Поэтому, если вы высокий скалас и точно затягиваете с нижней ноги, лучше делать движение с нижней ноги. Потому что тогда у вас центр тяжести будет ниже и располагаться будет намного комфортнее. Одиннадцатая трасса. Здесь есть два варианта старта. Можно положить пяточку. Но, как вы знаете, я не очень люблю пяточки, поэтому мы стартуем сначала с носочком. И здесь такая же аналогия. Вы притягиваетесь к скалодрому и в этот момент подцепляетесь с носочком. Сдвоивались, руки в крест, перепрыгнули ногами. Зона. Здесь можно сразу поставить правую ногу, но я сначала меняю. Чтобы взять более плавную зацепку, поставляю правую ногу и финиш. Достаточно прикольная трасса, потому что здесь есть и дубль, и подцепка носка в самом начале, и верхняя очень тривиальная, потому что, когда вы берете правой рукой небольшой щупочек, не так легко взяться за следующую зацепку, потому что она находится высоко, а правая нога у вас в противодействии. То есть, когда вы ставите правую ногу, она вас начинает откидывать налево. Поэтому, чтобы взять третью с конца зацепку, нужно прям притянуть себя к скалодрому или уметь подтягиваться на той руке. Вроде бы, выглядит просто, но на самом деле не такое уж и простое движение. Попробую еще с пятки, но здесь уже другая техника движения. Вам сначала нужно подставить пятку, затем взяться двумя руками, чтобы сильнее себя сжимать, и уже потом подставлять ногу и браться в крест. И так далее. 12-я трасса по большим белым 360 холлс. Стартую лицом к камере. Потому что так выглядит, кажется, поприкольнее. Левая пятка здесь клинится со стенкой, за счет чего я себя притягиваю к скалодрому. И финиш. Достаточно простая трасса, но здесь есть два нюанса. Они заключаются в какой последовательности вы будете делать перехваты. один из вариантов. Можно сдвоиться на шарике и встать наверх, и затем взять актив. Или вариант, которым я лез в начале. На самом деле, особой разницы нет. Она заключается только в том, куда вы ставите левую ногу. Если вы хотите сделать сначала на большой рельеф, то надо сначала таз смесить влево и просто вставать вертикально. Если брать активничек, то за тазом особо не смысл следить, потому что активничек достаточно хороший, его можно пожать в щипок. И даже если у вас начнет немного откидывать от стены, вы сможете компенсировать откидывание за счет удержания щипка. Тринадцатая трасса и старт с разбежкой, поэтому придется отойти немного от стенки. Чем выше вы попрыгиваете, тем легче, потому что тогда начнет работать рельеф. Зона. Сжимаю рельефы на компрессию и финиш. На самом деле можно было бы залезть и без зоны. В целом, мне кажется, разницы нет. Да, зона на самом деле не особо нужна. Четырнадцатая трасса и, к сожалению, ни один из моих учеников не смог ее залезть чисто. И при этом они смогли долезть пятнадцатую и шестнадцатую. Это все из-за того, что движение достаточно тяжелое для новичков. И странно, что поставили цифру 14 здесь. Ваша задача раскачаться, сдвоиться на зацепке, когда таз и ноги находятся как можно правее, вылететь на рельеф, подкинув таз наверх, и распереться. На словах легко. Давайте посмотрим, как это на деле. Вообще, я хотела на левую ногу прыгнуть, но меня немного развернуло. И это финиш. Не клиента-ориентированное движение, достаточно тяжелое. И ему можно отработать просто земли. Разбежаться. И попробовать сначала отработать так. Именно так мы и начинали делать. И прогресс был у учеников. Но слишком много попыток не делаешь, потому что рельеф шершавый. И кожа достаточно быстро, к сожалению, стачивается. Пятнадцатая трасса, и вроде как одна из самых длинных. К счастью, у учеников получилось себе пролезть, значит, она не сильно тяжелая. Здесь я левой ногой сжимаю сжимаю на компрессию. чуточку легче. Конечно, сжимаю левой ногой. И откинешь. Как правило, такие длинные трассы не очень интересные. И по факту здесь нет большого количества раскладов. Трасса примитивная, просто нужно жать и долго лезть. Чем больше у вас сил и больше выносивости, тем легче лазать такие трассы. Шнадцатая трасса. Здесь есть несколько интересных особенностей. Первое, это как принимать стартоположение. Можно с двух ног, можно с двух рук. То есть, сначала вы запрыгиваете двумя ногами, потом подносите руку. Либо сначала две руки, а потом уже нога. И тот, и тот вариант в целом правильный, и тот, и тот вариант в целом простой. Но когда вы сначала подставляете ногу, так более коррекционно. И второй нюанс, это прыжок на зону. Вы приходите вот в это положение, и если вы просто прыгаете из-за этого положения, и особенно если вы поставите ногу повыше, то вас будет отталкивать вправо. А зацепка держит, когда тело находится слева. Поэтому вас будет выкидывать. Здесь необходимо притянуть таз влево и выпрыгнуть строго вверх. Тогда получится допрыгнуть. Коррекционный расклад. Я увожу тело влево и выпрыгиваю и выпрыгиваю ровно вверх. Затем рука в крест и толкаюсь левой ногой и выпрыгиваю на финишную зацепку. Это финиш. Трасса очень классная, с достаточно трудными элементами. Эту трассу я лазал с учениками. Именно поэтому я рассказал про такие интересные нюансы. Я их сам бы не заметил. Но когда ученики начали лазать в этот раз, я заметил несколько ошибок в начале и в середине. И была еще одна ошибка в конце, что не толкались левой ногой, правую ногу ставили достаточно высоко. Из-за этого было тяжело прыгнуть. Но в целом все ошибки справились и пролезть в трассу получилось. Видел, как эту трассу лазает Валя Чемякина и она оставила ее на будущее. Значит, трассу придется напрячься. Ученики у меня ее не пробовали, не успели. Ну и вообще она достаточно тяжелая. Я думаю, она уже 7 и выше однозначно. Мне очень нравится старт. Он какой-то очень низкий для карликов. первый раз я пробовал напрямик. Теперь я пробую с углом. Какой сложный вылаз. Это финиш. 17-я трасса оказалась неожиданно очень сложной. Особенно топ-аут. Но трасса классная. Рекомендую всем попробовать. С углом сильно проще. Думал, без угла получится. Но без угла сильно плохой пассив фон не работает, к сожалению. Меня достаточно часто спрашивают, зачем делают такие большие круги на скалодроме. Вот ответ. Для того, чтобы делать внутренние пирамидки. Потому что с ними некоторые трассы становятся намного интереснее. Следующая трасса у нас 18-я. Видел, как ее пробует девушка из национальной сборной и вроде как у нее не получилось. Так что трасса должна быть тяжелая. Но, тем не менее, попробовать зафлешить. Основная трудность здесь в первом прыжке. Ты прыгаешь, тебя раскручивают, выкидывают. Как я понимаю. И пока что я думаю, ставить ли правую ногу сюда и в какой момент. Или не ставить. С одной стороны можно так стартануть, с другой так. Я сейчас стартую двумя руками в подхват, мне себя легче будет притянуть к скалодрому. Меня не будет разворачивать. Если так, то вроде легче сделать движение наверх, потому что ближе. Но тогда меня будет раскрывать и тяжелее будет к скалодрому себя притянуть. Вот вопрос. Я не знаю. Надо пробовать. Основная проблема здесь в том, что зацепка достаточно пассивная и трудно себя притянуть к скалодрому. И ноги тоже очень плохие. Они очень пологие, из-за этого не получается себя притянуть нормально к скалодрому. И вроде бы перехват коротенький, но прыгнуть не получается. в этой борьбе победил расклад. правая рука подсклад левая сверху, потому что здесь важнее все-таки себя сильно притянуть к скалодрому и успеть перекинуть руку. При этом обратите внимание на вот эту подставную ногу. Свою ногу я не ставил, потому что она слишком плохая. То есть трение скалодрома лучше, чем эта скользкая нога. Забавно. Розовая трасса предпоследняя по сложности и по номеру девятнадцатая. Дальше, вроде никто не долез, там чистить особо и не надо. На этой трассе выглядит тяжело все, начиная со старта. Так бы сходу я дал 7C, 7C+, наверное. Посмотрим. Может быть, она в моем стиле будет попроще. Нет. Надеялся, что так получится заражать. Но так не получается просто из-за того, что здесь двойная текстура как раз это использование для рутсеттеров. Чтобы трассы не обманывались. То есть я не стал обманывать трассу, просто потому что она двухтекстурная. Главное настроение вообще легко бы обманул. вон. Во-первых. Да, вон. Я уже готовлюсь. Магнезии вообще нет Есть скалолазный такой лайфхак Если у вас не хватает магнезии во время параллаза трассы Нужно помагнезить штаны И тогда вы сможете помагнезить Используя штаны Годный лайфхак Используйте На самом деле основная проблема на этой трассе в том Что верхний рельеф не замагнезен, но очень скользкий Я к нему подлез и просто с него съехал Потому что закончилась магнезия Надеюсь в этот раз получится залезть Скользкий рельеф Нет, финиш Как видите штаны помогли Я не знаю с чем это связано Но здесь все три трассы 18, 19 и 20 Здесь везде есть плечевые движения Причем здесь раз плечевое движение Два плечевое движения Три плечевые движения Все трассы в одном стиле Очень странно Два плечевые движения Ставьтеpiece Используйтесь Три плечевые движения Используйтесь Три плечевого движения Потряс vagina Всем приемлема Два плечевого движения Продолжение следует... Я делаю это. В итоге я сегодня пролез все 20 раз. Я крайне рад. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Это помогает в продвижении моих роликов на ютубе. Я очень благодарен, что вы пишете много фидбэка. Пишите еще больше. Мне на самом деле это полезно и интересно. Если вы пишете, например, более подробно разбирать трассы, какие-то элементы отдельно, я с удовольствием прислушаюсь к вам и буду их учитывать. Потому что я, со своей точки зрения, не всегда понимаю, что вам интересно. Я пытаюсь пролезть трассу, рассказываю про какие-то сложные технические элементы, но, возможно, они настолько сложные, что не сильно очевидны вам и не сильно полезны. Например, черную трассу, последнюю, 20-ю, я особо и не разбирал, потому что те, кто лазует в такие категории, они сами поймут по видео, что я делал. А новичкам и любителям будет рассказать крайне трудно, потому что категория 8А. Здесь она просто очень силовая. Интересный финиш, но, тем не менее, что-то особенного рассказать про нее крайне трудно. А вот про более простые рассказывать намного проще и интереснее. В целом, ощущение неоднозначное. Я очень сильно подстер кожу. Мы вчера лазали с учениками на скалах, и вроде бы я не стирался. Здесь очень классно, что недалеко от Мюнхена в 40-30 минутах езды от этого скалодром 30 минут, от центра 40 минут. Можешь доехать до скал, полазать трудность. 35 метров трудность. Очень круто, мне очень понравилось. Но при этом я не особо подстерся. А вот сейчас я смотрю на свою кожу и понимаю, что она прям сильно стерта. Все это из-за того, что многие трассы накручиваются по рельефам. Не по зацепкам, не по пассивам, не по щипкам, не по дыркам. В основном все трассы по рельефам. И нужно, по сути, просто уметь сжать плохие рельефы. Еще одна особенность, которая мне не понравилась на этом скалодроме, это последние три трассы. Это 18, 19 и 20. Все они на плечи. Все движения. Начиная с 18-й желтой трассы, перехват на плечо. Затем розовая трасса, старт, движение на плечо поймать. Перед финишем, движение на плечо. Ну и 20-е, это добивочка на плечи. Тут и первые движения на плечи. И потом прыжок с плечо. Потом сверху перехватываю плечо. Потом еще одно плечо. Потом крест с плеча. Очень странно. Сегодня у меня плечи очень сильно устали. Я прям чувствую, что они прям обвякли. Они хотят опасть вниз. Нет никакого тонуса. Это довольно странное ощущение, потому что обычно они так сильно не устают. А тут как будто я ОФП сделал. И это на самом деле показатель плохого рутсеттинга. Если трассы определенной группы, например, самые тяжелые, все на плечи, по похожим зацепкам, это не очень хорошо. И хочется обратить внимание, что сегодня не было трасс по дыркам. Ни одной дырки, ни по два пальца, ни по один палец, ни по три пальца. Не было активников. Я сейчас смотрю, почти все трассы отсюда видны. Активников не было. Щипков тоже не было. Единственный щипок это был на черной трассе, но это пассив. Просто рельеф надо пожимать щипок, чтобы он лучше работал. А все остальное это рельефные пассивы или ручки. Очень странное ощущение. По сути, я просто стер очень сильно кожу. Устал физически, но пальцы я почти не напрягал. То есть я прям чувствую, что пальцы свежие. Если я сейчас пойду на бестмейкеры висы поделаю или на одной руке повешу, в целом показатели не сильно просядут, несмотря на то, что я лазал два часа. Сегодня была очень длинная тренировка. Непривычно. Я думал, что 20 трасс я залезу очень быстро за час. По факту лазал два часа. Очень сильно упахался. Хотя вроде как тяжелых трасс нету, но они все какие-то объемные, длинные. И на каждую трассу приходится тратить очень большое количество времени. Надеюсь, у меня кожа заживет. Я успею подснять третий эпизод из Болдер Вельф Мюни Хвест. Первоначально я хотел поехать в Вост, потом в Вест, потом в Зуд. Но из-за того, что сегодня праздники, мы с учениками решили полазать здесь. Потому что это самый отдаленный скалодром в Мюнхене. Сюда на метро доехать не получается, надо ехать на машине. А вот в Вест уже можно доехать на общественном транспорте. И поэтому ученикам будет намного комфортнее, и больше человек сможет идти на тренировку. Поэтому мы решили в среду полазать в Весте, а на выходные поедем лазать в Болдеринг в Инсбрук. Вот такой вот интересный поворот. Я надеюсь, получится снять небольшой влог для тех, кто подписан на Мемберс. Не забывайте подписываться на Мемберс, это помогает промоушену моего Ютуб-канала. Эти деньги я собираю и трачу их на рекламу, чтобы развить свой Ютуб-канал. Вы мне очень сильно помогаете, я вам благодарен. Хорошего вечера, пока!